всем привет мы с вами начинаем новый влог вторник время 9 утра я выдвигаюсь на работу сегодня у меня такой очень и загруженный нет рабочий день в общем то сейчас постоянная клиентка на маникюр с укреплением потом новая клиентка на маникюр без покрытия также предложу и сделать эко-глянцевание обязательно нужно запустить акцию я уже ее подготовила в дикий ди нужно только оплатить ну и потом мне нет смысла ехать сюда обратно домой дорога у меня занимает примерно минут 20-25 потому что вечером мы с парнем идем в кино на военный фильм в рамках какой-то там кинопремьеры золотой виде что ли но я не буду здесь в общем освещать эту тему чтобы никаких комментариев не получать фильмы эти будут только сегодня вечером сразу я так подняла два эпизода что ли разных поэтому он приедет ко мне туда первый сеанс 6 2 8 и вот я где-то в час закончу работать а он приедет только где-то может быть к пяти часам ко мне поэтому я решила что наверное нужно сделать себе педикюр потому что хоть я еще и в куртке но надеюсь когда-то лето у нас наступит вроде бы солнышко цветет яблонь и сирень но не очень-то это все выглядит тепло сейчас например машина показывает 10 градусов начала я смотреть когда я делала себе педикюр поняла что у меня в дикий ди нет моих записей только в октябре последний раз в педикюре но конечно же в октябре не делала залезла сюда на youtube рука устала давай смотреть понимаю что я вам где-то в конце февраля рассказывала о том что я собираюсь сделать себе педикюр по моему там число 17 февраля потом я считаю 17 марта апреля и мая то есть моему педикюру типа три месяца сомневаюсь потому что он не так чтобы прямо 3 3 месяца отрос у меня очень медленно растут ногти на ногах плюс ногти немного так подкручиваются как бы огибая подушечку пальцы поэтому они мне совершенно не мешают и я наверное когда вот месяц ногтям их еще даже не видно даже примерно что они там где-то наклевываются отрастать поэтому я наверное сегодня себе сделаю может быть почищу все и стопы и пяточки а но и стопы и пяточки и стопы и пальчики а покрытие может быть сделаю в другой день мне тяжело себе вот так вот сидеть скручившись потом когда я делаю покрытие в том числе очень сильно устает спина поясница поэтому я не хочу так себя насиловать взяла с собой небольшой перекус про похудение расскажу наверное уже после работы тема долгая а многие спрашивали меня что я сейчас предпринимаю так ну что я отпилила двоих первый был маникюр с покрытием покажу потом чем работала и вторая был маникюр без покрытия я не снимала потому что хотела ее вообще сделать я как танцевание но девушка пришла с ребенком плюс сама беременная я решила что не будем удлинять ее процедуру хотя давно минут на 15 но все равно не хотелось я взяла себе перекус но поняла что я что-то хочу кушать это протеиновые брауни от рекс здесь без сахара и решила думаю схожу мне тут буфет снизу есть может что-нибудь себе там выберу что мне можно и в общем то купила салатик здесь обычный овощной салат огурцы помидоры пекинская капуста болгарский перец есть вот такие маслинки и заправлено все маслом с горчицей очень вкусно мне такое можно мне такое подходит поэтому всем если кто-то кушает приятного аппетита чулечки всем привет среда время 11 11 я приехала на работу клиентка у меня только через час решила сейчас сяду расскажу вам вчера так и не рассказала про похудение вопросов каждый раз все больше и больше поэтому решила что мне будет не очень удобно писать это каждому простите писать это каждому поэтому я наверное лучше расскажу здесь надеюсь телефон больше не упадет так начнем с того вообще как все началось и почему же я все-таки решила немножко сбросить вес 2017 году когда я закончила школу 11 класс всякие там нервы экзамены и так далее постоянно мы чего-то где-то ели с друзьями и то в общем ну вы понимаете я думаю все вот это там бургер кингисов и и так далее и на первом курсе мой вес был практически 69 килограмм и когда вот началась учеба в универе я значит решила пойти в тренажерку женский там был отдельный зал отдельный мужской потому что я еще стеснялась на мне путь это было 18 лет и там тренер была которая в принципе ну как фитнес-тренер в плане я имею ввиду похудения совершенно так не выглядела бабулечка на пенсии такого большого можно сказать телосложения и она мне значит сделал комплекс тренировок который будет без моей без участия моей коленки и говорит что мы не должны после тренировки в этот день есть там творог молочку чтобы мышцы не наращивать а наоборот чтобы я худела и я в тот момент казалось от сладкого я не ела его вообще в течение четырех или пяти месяцев то есть никаких не печенек не конфеток ничего понятно что сахар там у меня какими-то продуктами все равно был да то есть никакого там дефицита как многие представляют если ты не ешь конфеты и сладкое то ты типа не получаешь сахар и все капец происходит такого конечно же нет и вот я похудела до пятидесяти пяти с половиной по моему килограмм это было ну наверное практически за год надо посмотреть у меня где-то есть записи причем у меня как я начала тренироваться от отказался от всей этой еды и очень резко начали уходить объемы она меня мерила каждую неделю и каждую неделю у меня было то минус 2 минус 3 килограмм сантиметра в разных частях тела потом в какой-то момент стали показатели сантиметров начал уходить вес видимо и жидкость начала отеки какие-то небольшие начали уходить все равно они у нас у всех есть в общем то потом я бросила туда ходить наверное на втором или на данной на втором курсе на третьем курсе у нас как раз таки случился к вид и тут в сентябре вот уже двадцать четвертого года ой двадцать третьего года я решила что наверное нужно опять все это все вот это время там 2 3 4 курс еще потом год я ела вообще все что еще два даже года я вообще ела все подряд никак себя не ограничивала и когда я осенью после лета надела свои джинсы не эти а еще у меня есть такие серые я поняла что они в принципе на мне застегиваются то есть я могу в них ходить но вот так сидеть я в них ну смогу недолго если вы понимаете о чем я мне начала немножко давить в талии с ремнем я джинсы на тот момент не носила сейчас вот я сейчас как-нибудь вам покажу сейчас у меня всегда ремень потому что по-другому джинсы просто свалится и я решила все наверное нужно ну как-то еще раз последить за своим питанием на тренировке я уже хожу два года стабильно на групповые силовые два раза в неделю ну как стабильно у меня был перерыв вот в декабре когда много клиентов было и по моему летом был небольшой перерыв в прошлом но это так знаете может быть я там на две-три недели не ходила потом снова начинала потому что там были какие-нибудь моменты когда я просто у меня не было сил как например в декабре когда я работаю без выходных конечно же выделять время на тренировке у меня совершенно не хватает ни сил ни возможности потому что тренировки по утрам я хожу к одному тренеру вечером тренироваться я не люблю для меня это прям я не могу себя заставить уже после работы ты устал и плюс тренироваться я люблю на голодный желудок то есть сейчас вот я с утра встаю иду на тренировку а потом завтраку а если вечером если я вы покушала утром я не обеду когда на работе потом приезжаю домой кушаю и потом мытье на тренировку с полным желудком это мне не нравится а сразу ехать на тренировку после работы я умру с голодом вот поэтому как бы вот этот диссонанс ну это каждый подстраивает конечно же под себя и в ноябре с конца октября до 20 числах ноября я была на марафоне увидела у кого-то из своих наверное подписчиков может даже у клиенток не помню уже кто проходил марафон по правильному питанию похудению тренировкам у это блогер можно назвать у нас в омске девушка проводит марафоны каждый месяц трехнедельный где есть меню по питанию и тренировки три раза в неделю я значит купила у нее этот марафон и месяц этот питалась прямо жестко то есть там завтрак обед туры на два перекуса все по калориям по громовкам готовили мы раз один раз на два дня сразу что в принципе удобно но могу сказать что мне все-таки это было тяжело может быть если бы это был не ноябрь а вот где-нибудь на даже и сейчас тоже вот наверное вот марте в январе это было бы удобнее потому что ноябре у меня был наплыв клиентов которые хотели ко мне попасть в ноябре а потом типа в декабре на вторую процедуру на коррекцию многие же клиенты начинают искать себе мастера чуть-чуть заранее до какого-то праздника и вот у меня получилось что и в декабре и в декабре я работала очень много плюс еще парня сессия была оптика декабре по моему данному с 1 декабря что ли или с конца ноября у меня вот это вот все как снежный ком накручивалась накручивалась и мне было не всегда вечером комфортно готовить себе на вот следующие два дня потому что мне просто не хватало времени но я понимала что мне надо у нас была контрольная вещь на этом марафоне я взяла шорты которые не носила если не соврать два или три года наверное они у меня лежали обычные джинсовые шорты обычной длины и немного вареные светлые когда-то я их в принципе не могла застегнуть потом у нас была контрольная вещь на марафоне я их застегнула но мне было не сесть ничего в конце марафона я их спокойно застегнула этим летом планирую носить потому что сейчас они вообще на мне прекрасно сидят в сентябре вот когда мы поехали к бабушке парня в деревню у меня были с собой шорты которые я купила летом и я поняла что что-то как-то мне не очень них комфортно и вот в ноябре как раз таки был этот марафон и с того момента я стараюсь питаться правильно то есть как ноябре это началось конечно же у меня бывают я не могу сказать это срывы это скорее всего обстоятельства потому что вот на новый год естественно у меня был питание вообще все ешь все что хочешь все подряд потому что у меня совершенно естественно ну я не могла ездить в гости ко всем со своей едой сейчас я позволяю себе в гостях есть что-то что мне например нельзя если говорить про правильное питание но дома я все себе готовлю по пупе сейчас вот например я снова купила недельное меню но вчера вот мы домой приехали уже в 11 вечера и я ела обычный ролл сабвей но это был не сап это был именно ролл в лаваше просто с индейкой и овощами без соусов каких-то специально попросила чтобы это было ну менее калорийно и сегодня на весах у меня нет никакого привеса но нет и от веса но и самое главное что нет привеса и получается что сейчас я продолжаю конечно же я понимаю что я там идя куда-то в гости не буду сидеть и говорить о я это не буду это мне нельзя я стараюсь просто больше есть овощей сейчас вот этот сезон там всяких шашлыков бани так далее конечно же я ем эти шашлыки но я ем мясо и овощи не пью газировку когда позавчера по моему я выпила полстакана колы и поняла что мне в принципе больше не хочется хотя раньше я прям любила чтобы дома было там время от времени кока-кола чипсы и так далее но в принципе ты к этому привыкаешь сейчас мы не покупаем домой хлеб причем я-то думала что я как бы одна это все буду делать но у меня никита тоже решил что хлеб мы домой не покупаем я как-то пару раз купила мне сказал нет 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 не надо чтобы я его тоже не ел мы перешли на жены и какие-нибудь хлебцы разные я люблю более мягкие они хрустящие но мягкие у него прям совсем такие как вафля хрустящие ну и в принципе все печенье у нас дома нет пряников нет конфеты специально я не покупала я беру там какие-нибудь протеиновые батончики сейчас я люблю кушать пастилу без сахара покупаю на вайлберисе кстати если нужна будет ссылка в телеграм напишите я скину и ну вот ничего сладкого такого чтобы прямо сидеть и есть кого у нас нет на не знаю насколько долго я продержусь совсем без сладкого но я как и говорила что у меня нет такого что я прямо все отрезала и вообще ничего не себе не позволяю иногда я готовлю себе какие-нибудь правильные десертики без сахара но с какими-нибудь там типа с шоколадом без сахара там с кокосовой стружкой еще с чем-то меня это насыщает на какое-то время и я снова могу так некоторое время подержаться но я все хочу попробовать десерт анну павлову никогда его не ела хотела в провиантию купить но провиантию у нас они все с киви а на киви у меня аллергия поэтому я не покупаю как-то спрашивала гра вообще она павлова найдется свежими ягодами насколько я знаю но у них почему-то ягоды и киви не к селу не городу как мне кажется ну вот я решила мы когда поедем в питер я обязательно пойду в кондитерскую север по-моему она называется и там должны быть несколько анн павловых поэтому я там конечно же попробую но и там я буду питаться вообще как взумается а потом снова приеду сюда и буду втягиваться в свою форму так скажем надеюсь ты я ответила на все вопросы наболтала аж на 12 минут но зато я подробно вам рассказала если будут вопросы конечно же пишите я всегда к открытой общению могу помочь нам если какие-то нюансы буду знать так что пишите как у вас обстоят с этим дела подготовились ли вы к лету кстати придя последний раз на тренировку у нас была новая девушка на тренировке я услышала ой я пришла готовиться к лету меня так это смутило думаю время конец мая уже там пару дней до веса мы только пришли готовиться ну видимо сказала что она хочет подтянуть свое тело как это сделать за неделю я не знаю нужно было готовиться еще с нового года но тренировки я бросать не планирую правильное питание пока бросать тоже не планирую так что если есть вопросы пишите обязательно всем отвечу а а и и и и и Поспросили вставлять мой завтрак. Здесь у меня оладьи на овсяной муке с йогуртом, клубничка. Сейчас я еще добавлю вот такой йогурт, кофе. Ну и если захочу сладкое, то съем вот такую пастилу. Но это не факт. Что, девочки, у нас новый день. Четверг, время без 10.09. Я выдвигаюсь на работу. Как вы видите, я все утепляюсь и утепляюсь. На улице плюс 8, холодина просто жуткая. Хотя, кажется, светит солнце и все, должно быть тепло. Но нет. Я уже очень жду тепла. Мне кажется, я так долго не ходила в такой вот теплой одежде, чтобы я там 30 мая сегодня жила. Да, 30. Последний день весны, а я в жилетке синтепоновой. Это просто ужас какой-то. Что сегодня по планам? Должно было быть с утра маникюр, потом два педикюра. Но вчера, которая была клиентка, она у меня такая немного странная по записи. Она хочет записаться на ближайшее. А ближайшее это где-нибудь там через неделю, через полторы. И так происходит каждый раз, постоянно, неизбежно. Ещё хочет на выходные, хотя работает в моём здании. Иногда хочет с работы убежать ко мне быстренько. Иногда хочет выходные. А выходные, как вы знаете, у меня разбирают просто молниеносно. Буквально там за час после открытия записи выходные уже заняты. И вот вчера она пришла ко мне на маникюр и говорит, а что, педикюр там завтра, послезавтра сделать можно? В пятницу завтра у меня выходной. Она это прекрасно знает, но каждый раз надеется, что я ради неё сюда приеду на работу. Сегодня с утра у меня должна была быть мама на маникюр, потом две клиентки на педикюр. Причём одна моя постоянная, но на педикюре она ни разу у меня не была. Мы там с ней, я её отправляла к подологу. Ну, в общем, когда увижу её ножки, тогда расскажу вам. И последняя, она новая, тоже на педикюр с покрытием. Ну и вот вчера эта клиентка начала слёзно меня умолять куда-нибудь её взять. И я понимаю, что у меня и на следующей неделе не особо есть места. И там я ещё хочу себе сделать маникюр, а жертвовать своим маникюром я не хочу, потому что выделить себе ещё так много времени я не могу, это 100%. Поэтому свой маникюр мы не переносим. Ну и вот я решила, так как у меня сейчас Никита на вечеровках постоянно, домой приезжает поздно, что мне делать дома? Можно поработать. Ну и, в общем, взяла я её на сегодня на утро, а мама перенесла на вечер. Приедет она ко мне в полпятого, мы с ней сделаем маникюр, подождём, наверное, на работе все пробки и потом поедем домой. Нужно ещё как-нибудь успеть ВБшку, правда заказ ещё не пришёл, у меня закончились таблетки для посудомойки, вот нужно обязательно забрать, там одна, по-моему, осталась. Ну и, в общем-то, я надеюсь, что они скоро придут, должны были вчера, но доставка там задерживается. С утра я вам сняла свой завтрак, многие просили показывать, что я кушаю. И, кстати, вчера мы с вами обсуждали тему похудения, и вчера я прилетел очень интересный комментарий. Из разряда, ну вот я тоже ем, как и вы, там куриную грудку, но не худею даже на 100 грамм. И когда я задала девушке вопрос, как она её готовит, оказалось, что её готовят либо вот в этих листьях маги, либо жарят на сковородке в масле, что-то там ещё какой-то способ она один назвала, а, во фритюре забыла. И вот без разницы, в принципе, тогда какое мясо вы будете использовать, всё зависит от способа приготовления. То есть если вы берёте кучу масла, естественно, калорийность сразу же повышается, и по-другому просто быть не может. И получается, что ваша куриная грудка становится, ну, куском свинины по калориям, грубо говоря, куском жирной свинины. Ну и вот получается, что нет смысла тогда брать мясо, которое... Ой, извиняюсь, моя аллергия никак меня не отпускает. И получается, что нет смысла тогда готовить... Готовить диетическое мясо и тем самым делать из него жирное. Например, вчера я жарила себе... У меня там оставалось немного куриного филе. Мне нужно было сделать себе ужин с капустой тушёной. Капуста была, а вот курица закончилась. Я как раз себе пожарила тогда на два приёма пищи, а на третий у меня не хватило, и я разморозила новый кусочек. Что я, например, с ней делаю? Я её посолила, поперчила, иногда даже не солю, а добавляю соевый соус и положила, внимание, на сухую сковородку. Без всего. Если вдруг у вас постоянно всё прилипает и плохое покрытие на сковородке, вы можете в прямом смысле этого слова взять чайную ложку растительного масла, лучше нерафинированного, налить, размазать желательно кисточкой, потому что такое маленькое количество само у вас не растечётся по сковородке, и поэтому пожарить. Но никак не столовую ложку, не поварёшку, масло и так далее. Если будут ещё вопросы по поводу питания, пишите. У меня всё чаще возникают эти вопросы, потому что я стала освещать эту тему, и я уже подумываю о том, чтобы в телеграм-канале показывать вам быстро, там, в таймлапсе какие-нибудь, или кидать какие-нибудь рецепты. Так что, если будет интересно, дайте знать в комментариях, будем на эту тему тоже с вами общаться. Доросики, всем ещё раз приветики, я уже на работе. Вчера наша любвеобильная кошка поцарапала мне руку. Конечно, просто лежала, и что-то, вот, какой-то там затык у неё в голове случился. До клиентки у меня 45 минут, она у меня в 10.30. Я сейчас хочу быстренько пойти почистить себе стопы, потому что завтра хочу дома сделать себе педикюр, и как раз обработаю пальчики и сделаю покрытие, а стопы у меня уже будут готовы. Так что, я побежала. Всем хорошего дня, жду вас в комментариях. Покажу обязательно работы за сегодня. Ну что, две клиентки позади, осталось 20 минут до следующей. Я уже немножко перекусила, брала с собой как раз-таки батончик, попила чай, немножко согрелась, и жду сейчас, у меня будет новая клиентка. Что касаемо, у меня работает ультразвуковая мойка, тут рядом. Что касаемо последней, вот, которой сейчас была клиентка, которую я отправляла к подологу, я не сняла ни до, ни после. Решила и её не смущать, и, если честно, не очень я люблю такие работы. Когда они мне не нравятся, мне не хочется их снимать и показывать. В чём суть? Когда она пришла ко мне на маникюр, сказалось, что у неё есть на педикюре там какая-то проблема, но я её сама не видела, и мы с ней договорились, что как бы она сходит к подологу на консультацию, узнает, что там у неё происходит. Но, как я поняла, со слов врастают ногти, очень сильно скручиваются, доставляют ей дискомфорт, и я ей как бы сказала, что если ситуация настолько критичная, то покрывать её нельзя. В итоге она сходила, подолок ей сказал, что дейли на большие, можно плёнки, либо обычный лангелем, гелем, гелем лучше не покрывать, потому что скручивание может быть ещё сильнее. Да, действительно, оно там есть, оно происходит из-за узкой обуви, из-за каблуков, но она их уносит не часто, но, тем не менее, носочки, вот эти следочки, которые еле как натягиваются, подолок ей предложила поставить скобу, но, так как нет смены обуви, смысл в скобе никакого нет, всё равно дело это не поможет. Она пришла в довольно узких кедах, ну, в общем-то, прям именно из-за этого проблема это и есть. Мы с ней договаривались делать плёнки, в итоге мизинчики настолько малюсенькие, что там не то, что гирлаком прокрасить, там даже тоненькой кисточкой еле-еле можно подлезть, он вот, наверное, вот сейчас я себе покажу, вот цветный будет вот такой вот, вот как уголок моего мизинчика. По итогу мы с ней на большие наклеили плёнки, на остальных подобрали гирлак. Единственное, я что-то, когда заказывала плёнки на Велберисе, немного не подрассчитала тот факт, в общем-то, кто у меня делает плёнки, их немного, я и не обучалась на плёнке, всё думаю, видимо, когда я отучусь на подолога, тогда я и буду учиться на плёнке, потому что, когда я буду подологом, то чаще, конечно же, плёнки этим людям нужно будет делать, чем гирлак. Что касаемо подолога, то я вам, наверное, скоро расскажу, что вообще я задумала, если, конечно, это кому-то будет интересно. Ну и, в общем-то, с этой клиенткой мы сделали. Мне не совсем понравилось, а что мне, с чё до меня не дошло, надо было купить плёнки, у меня их всего три вида красных, таких бордовых, немножко отличающихся по цвету. Надо было купить какую-нибудь контрастную плёнку с каким-нибудь дизайном. Там, не знаю, полоски, леопарды, просто золото. Вот думаю, может быть, куплю золотую плёнку, чтобы сочетать, чтобы мы вот так могли на большой с ней наклеить плёнку, а остальные покрыть гирлаком. Тогда это будет смотреться более лаконично, а тут всё равно оттенок, ну, чуть-чуть отличается красного. И плюс ногти все вот такие ребристые, не уверена я, что там плёнка относится, но как бы наклеили, будем ждать теперь лета. Сейчас у меня дезинфицируются инструменты, вот как раз таки я их пойду помоем и буду ждать следующую красотку через 22 минуты. Субтитры создавал DimaTorzok Кристиночка, слышала тут на ютубе, что тебе говорят, что ты не рисуешь френч. Так вот, мне нарисовали такой красивый френч, а это чтобы не сглазили. Всем привет! Спасибо большое тебе! Ну что, всем ещё раз привет! Я на работе, суббота, время полдевятого практически. У меня сегодня три маникюра с покрытием, все три мои постоянные клиентки. Одна из тех, которую я записала по предоплате. Ну, сегодня все подтвердились, все должны прийти. И, в принципе, никаких проблем быть не должно. В четверг я забирала с собой все фильтры для вытяжек, дома все пропылесосила. Взяла с собой автомобильный пылесос. Хочу фаблан полностью пропылесосить. Потому что там уже, вот в самом моторе уже есть пыль. Так что, наверное, успею я это сделать между клиентами, либо после работы. Думаю, вот, с чем придёт у меня вторая клиентка. Я имею в виду, с каким дизайном, цветом. Может быть, её поснимают для отдельных роликов. Что касаемо видео с педикюром, многие просят. У меня, честно, с этим есть небольшая проблема, потому что мой штатив не гнётся так, чтобы я могла снять пяточку. Я уже подумываю о том, чтобы, наверное, пора поменять мой штатив на напольный, который будет крутиться во все стороны, чтобы я могла снимать спокойно видео. Ничего у меня не тряслось. Так что, пока я присматриваю, надеюсь, скоро найду. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok